Привет, меня зовут Юрий, я специалист в области бионики создания киборгов. Я хочу вам рассказать о своей работе, исходя из опыта, полученного в лаборатории и при решении конкретных задач. Надеюсь, это поможет вам понять, чем мы занимаемся и сделать свой выбор. В данный момент объектом моих исследований является создание радиоуправляемых насекомых. Конкретно объект исследования — это мадагаскарский таракан. Он выбран, потому что у него относительно крупная нервная система, что облегчает работу с ним, плюс он относительно хорошо изучен. Что же из себя представляет современная лаборатория? Если раньше лаборатория представляла из себя большое нагромождение сложных ящиков со сложными приборами, то теперь это компьютер с различными сенсорными системами, которые занимают относительно небольшое место. Но выполняют абсолютно те же функции, что и древнее оборудование. Поэтому современная лаборатория занимает относительно небольшое место, но при этом докупая различные новые сенсорные системы, мы можем совершенствовать наше оборудование и получать новые сведения, не загромождая лабораторию и не увеличивая ее размеров. Если вы думаете, что низвиденными остались только глубины космоса и глубины океанов, то это далеко не так. Современные ученые не до конца представляют, как работают организмы и их отдельные части, такие как нервная и мышечная системы. Поскольку их работы — это сложный синтез таких наук, как физика, химия, информатика, биология. Но современные методы системного подхода позволяют нам лучше разобраться в них и лучше понять устройство их работы, поэтому наши возможности работать с ними расширяются. Зачем нам создавать сложные структуры, такие как кибернические организмы, если, казалось бы, механика сейчас может сделать все? Дело в том, что механические роботы относительно хрупкие, если сравнивать их с живыми объектами. Если механический робот упадет со стола, то он, скорее всего, разобьется, и мы его потеряем. Если же насекомый упадет со стола, то он просто перевнется и побежит дальше. Берем небольшой комочек воска, нагреваем его до жидкого состояния и капаем на самую большую площадь таракана. Теперь берем необходимый нам объект для закрепления и просто прикрепляем необходимый наш модуль. Вы спросите, почему используется воск? Потому что насекомое покрыто естественным восковым слоем, поэтому клей к нему не пристает, и мы используем естественные клеи, которые не травмируют насекомое и довольно хорошо на нем держатся. При этом насекомое не имеет болевых рецепторов в этой области, поэтому оно не чувствует боли и нанесение модуля для него не является дискомфортным. Поскольку в данной лаборатории изучаются основные принципы управления поведением, то и модуль у нас универсальный. У нас на модуле есть четыре независимых канала, которые позволяют подавать электрические импульсы. А дальше, в зависимости от того, какое насекомое используется в данный момент или к каким его частям оно подключено, мы подаем необходимый импульс на нужный канал, тем самым стимулируя его нервное окончание и получая ту или иную реакцию. Задачи, решаемые в этой лаборатории, довольно обширны. И помимо управления насекомыми, еще раз задачей является понять, как происходит построение их поведения в естественных условиях. Люди уже давно используют управление животными в быту. Теперь вопрос к вам. Какие способы управления животными в быту знаете вы? Я готов ответить на ваши вопросы на форуме. Всю жизнь я интересовался физикой и закончил университет по направлению нанотехнологии. Позже мне предложили работу в смешанной междисциплинарной группе. И это стало моим делом жизни. Я планирую дальше развиваться в этом направлении и совершенствовать свои навыки. Надеюсь, вас заинтересует направление бионики и создание киборгов. Мы создаем будущее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok